Не могу удержаться от длинной цитаты, ибо она заслуживает этого. В конце прошлой недели прошло заседание Совета Коалиции в Украинском парламенте. А теперь перевожу отрывок из информации, опубликованные в нескольких общенациональных средствах массовой информации. Итак, Совет Коалиции принял решение о возможной корректировке ставок коммунальных тарифов. Как передают комментарии, об этом заявила заместитель председателя фракции Народный фронт Виктория Сюмар, сообщает пресс-служба партии. Госпожа Сюмар отметила, что в заседании Совета Коалиции приняли участие премьер-министр Украины Арсений Яценюк, представители Кабинета Министров Украины, министр труда и социальной политики Павел Розенко и министр финансов Наталья Яреська, а также представители депутатских фракций, членов коалиции и компании «Нафтогаз Украина». По ее словам, решение было принято по результатам аналитической деятельности рабочей группы, которая устанавливала обоснованность повышения коммунальных тарифов. Через неделю будет обнародован отчет этой рабочей группы вместе с выводами правительства, сообщила Виктория Сюмар. Газета сегодня дает подробности. Ранее парламентская рабочая группа пришла к выводу, что расчеты оказались ложными, потому что сначала утвердили тарифы, а уже потом баланс газа. Мы настолько пытались выполнить требования Международного валютного фонда, что до принятия утверждения официального документа, которым должен был быть прогнозный баланс газа на 2015 год, мы уже фактически сформировали тариф на этот год, сказала Алена Бабак, председатель рабочей группы Верховной Рады по вопросам образования тарифов. По оптимистическим депутатским прогнозам, коммуналка может быть уменьшена на треть. Однозначно, это теневые схемы, которые хотят заложить в тариф и переложить на население. Но так не будет в этой ситуации, заверил Алексей Кучеренко, министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины. Собственно, в справедливости тарифообразования на услуги ЖКХ и компаний-монополистов наша телекомпания сомневалась с момента оглашения решений, принятых как профильно-национальной комиссией, так и Кабинетом министра Украины. Впрочем, пик скандала с тарифами пришелся на момент, когда рабочую группу в парламенте по тарифам на газ возглавила Юлия Тимошенко. Судя по всему, цифирь, оглашенная Юлией Владимировной в эфире многих общенациональных телеканалов, оказалась суровой действительностью. Правительство решило все свои риски переложить на население. Теперь остается ожидать реакции Кабинета министров. Этот скандал может дорого стоить как рейтингу самого Яценюка, так и его политической силы. Впрочем, одесситов куда больше волнует, уменьшится ли цифирь в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.